Мы с вами находимся в западной части месторождения. Именно отсюда, по предварительным данным, начнется отработка удаканского месторождения. Здесь у нас самая маленькая скрыша и самая большая мощность рудных тел. Сейчас задействованы четыре буровых установки. Образцы горной породы, керн, обрабатывают в поселке Западный. Это не обычный поселок геологов. История этого поселка тесно связана с историей освоения удакана. В сборные домики, в столовой вкусные обеды, в свободное время баня – единственное развлечение. Сейчас здесь живут 80 человек. Приезжают в поселок Западный на работу на месяц, а то и на больше. Образцы горной породы обрабатывают в камеральном помещении геологических изысканий. Мы его документируем, отправляем на распиловку. Далее оформляем его в отдельные мешки и отправляем в химолабораторию на фабрику. Терна переработали мы уже очень много. Ну, большое количество. Я уже здесь работаю два года, уже на третий год мы прошли. Так что работы проведено очень много нашей компанией. Пронумерованный терн отправляют на опытно-промышленный комплекс для дальнейших исследований и хранения. На ОПК проводят оценку технологической схемы. Впервые в России гидрометаллургический способ переработки руды будет применен на удакане. Полученные показатели станут основой для проектировщиков будущего горно-металлургического комбината. Сейчас на ОПК идет модернизация. На сегодняшний день у нас подготовлена программа мероприятий по модернизации ОПК. Часть работы мы уже приступили к выполнению этих мероприятий. Сегодня мы с вами видели новое оборудование. Это так называемые ленточные питатели взамен старых, другого типа. И мы сейчас меняем это оборудование на новое, которое нам позволит получить лучшее качество, более точное дозирование руды на участок измельчения, на мельницу. В начале августа на ОПК планируют получить пробную партию медных катодов из удаканской руды. Работа на удакане идет полным ходом. Байкальская горная компания начала строить в Новой Чаре социальные объекты. Сегодня поселок испытывает острый дефицит гостиничных мест. В Чаре не строили гостиницы уже более 20 лет. А ситуация на удакане развивается таким образом, что подобные объекты социальной инфраструктуры в скором времени будут более чем востребованы. Надо здесь быть и находиться, и просто элементарно негде жить. И невозможно, сидя в Москве, тут разрабатывать месторождение. Поэтому это первый объект. А дальше, конечно, будут приезжать люди, будут строиться дома. Мы верим, что это будет первый шаг к тому, чтобы сюда приезжали люди. Чтобы они здесь работали, чтобы осваивался этот край, и чтобы поселок Чар превратился в большой индустриальный город с хорошей инфраструктурой, с многими гостиницами, с развлекательными центрами, чтобы здесь рождались дети. 14 июля состоялась церемония закладки капсулы в основании будущей гостиницы. Это настоящий ритуал. В капсулу положили номер газеты «Северная правда». Потому что газета – это, по сути, летопись событий нашего времени. И если через 300 лет потомки найдут и скроют капсулу, то узнают, что в этот день происходило в Калашском районе. Еще в капсулу положили позолоченную монетку и пожелания. Байкальская горная компания совместно со строительной компанией «Продим» реализует уже второй проект. Надеемся, что не пройдет и года, и мы будем здесь с вами опять встречаться уже на открытии этого здания. А что вы написали? В послании я написал, чтобы это здание приносило много радости. Много радости и тем, кто здесь, в этом здании, будет жить. И также я отметил, что этот фундамент является первым фундаментом в строительстве большого индустриального города. Объекты, построенные компанией «Продим», известны по всему миру. Гостиница в Новой Чаре – это только начало. Планы у компании большие. И здесь они намерены построить еще не одно здание. Понимая масштабность всего проекта, мы хотим здесь быть представленными серьезно и надолго. Сейчас, в данный момент, ведутся очень много переговоров. В частности, очень большой проект планируется по жилищному строительству. Для того, чтобы и всех тех, кто приезжает сюда, и здесь, кто живет, их обеспечит достойным жильем, надеемся, скоро начнется проект жилищного строительства. Кроме этого, оно за собой потянет все прочее. И социальная инфраструктура, это детские сады, больницы, магазины, инфраструктура самого города, это и сети, и водопровод, и канализация, и теплосети, все-все-все. Ну, то есть, объем очень большой, ну, а надежды, соответственно, с ними такие же большие. Скоро в поселок Западный приедут на практику студенты МГИМО. Забайкальский север притягивает и не отпускает надолго, кого-то на всю жизнь. Вполне вероятно, что кто-то из них останется и будет жить в этом городе.